Раньше образование в Сургуте давали в церковных приходах, и лишь в 1835 году была открыта первая казачья школа. Казаки отправляли туда своих сыновей, когда им исполнялось 8 лет. Детей обучали закону Божьему, арифметике, грамматике, чтению и письму. Преподавал все предметы местный священник. В школе была небольшая библиотека, которая постоянно пополнялась. А вот столовой не было, так что дети приносили с собой узелочки с едой, которую могли съесть на одной из перемен. Обедали, как правило, пирожками или пирогами с рыбой, ягодой. Ели хлеб, отварную картошку. А запивали все молоком или чаем. Каникул, как таковых, тоже не было, ведь уроки проходили нерегулярно, как сейчас, с понедельника по субботу, а с большими перерывами, иногда по несколько месяцев. Да и учились дети в общей сложности 2-3 года. Несколько десятилетий спустя школа была преобразована в мужское народное училище. Казаки относились к ней неодобрительно, жалуясь главным образом на отсутствие строгости. Но все равно посылали туда своих детей. Существовало в Сургуте и домашнее обучение. Вот только гувернанток, наемных воспитательниц, популярных в 19 веке, сюда не выписывали. Дети обучались у одного грамотного казака, а затем, спустя пару лет, большая часть ребятишек опять-таки поступала в училище. Для девочек было отдельное учебное заведение. Обучалось там от силы 30 учениц. Причем их учили только читать и писать. Хотя местные и это считали баловством. Потому что, кроме как для написания любовных записок, свои знания применить им было негде. Таким образом, в Сургуте с населением, только представьте себе, всего чуть больше тысячи человек, было два образовательных учреждения. Знаний маленьким сургутянам хватало, чтобы продолжить образование в Тобольске. Но и этой возможностью могла воспользоваться лишь малая часть учеников. И только в конце 19 века уровень образования в Сургуте стал расти. В школе учились уже по 5-6 лет. А в программу занятий добавили географию, историю, черчение, рисование, пение и гимнастику. К сожалению, об этих школах остались лишь упоминания в исторических документах. Здания, учебники, работы детей либо не сохранились до наших времен, либо еще ждут, когда их найдут археологи. Сургут находился далеко от линии фронта. Однако и здесь война ощущалась в полной мере. В то время в Сургуте работала только одна школа. Состояла она из трех зданий. Начальной школы, средней, или как еще называли, белой, и старшей, красной. В военной обстановке работу школы пришлось перестраивать. Занятия начинались не в сентябре, а в октябре и заканчивались уже в мае. На пять учеников выдавали один учебник и каждому одну тетрадь на год. В этих условиях школьниками особо ценились газеты. Дома они писали именно на них, между строк. Чернил тоже не хватало, поэтому, чтобы было чем писать, дома собирали сажу и разводили ее водой. Использовали в качестве чернил сок клюквы и свеклы. Много внимания в школе уделяли оборонной физкультурной работе и военно-патриотическому воспитанию. Школьники читали в газетах сводки с фронта, отмечали на карте передвижения советских войск, красными флажками обозначали освобожденные города. Ну а кроме того, учились стрелять, участвовали в военно-физкультурных соревнованиях, сдавали множество нормативов. В том числе и возвращающиеся сейчас нормы ГТО. В свободное от учебы время дети ставили спектакли, собирали посылки для бойцов и писали им теплые письма. Ну а с мая по сентябрь школьники и их учителя работали на колхозных полях. На консервном заводе для нужд фронта заготавливали рыбу, грибы, ягоды, кедровые орехи и лекарственные растения. Вязали и шили теплые вещи для фронтовиков. Работа отнимала у детей много времени. Спали они по 3-4 часа в сутки. Однако никто не жаловался. Ребята помладше порой даже не догадывались, какой большой вклад они вносят в приближение победы. Многие из них совершили настоящие трудовые подвиги, за что намного позже были награждены медалями ветеран труда. За годы Великой Отечественной войны на фронт отправились более 2,5 тысяч сургутян. Женщины, дети, старики, подростки заменили в трудовых рядах своих мужей, отцов и детей. Все для фронта, все для победы над врагом. Под этим лозунгом жили и работали сургутяне. Они заготавливали ягоды, грибы, добывали пушнину. Но основной отраслью была рыбная промышленность. Добычей рыбы занималось большинство населения. За годы войны сургутяне выловили 280 тысяч центнеров рыбы. Только представьте, сейчас, чтобы повторить их трудовой подвиг, несмотря на новые технологии и оборудование, понадобится как минимум лет 10. В 1942 году в Сургуте было организовано производство рыбных консервов. Местная фабрика была построена на базе эвакуированного из Одессы консервного предприятия. То есть из Одессы сюда перевезли все необходимое оборудование. А уже в следующем году с конвейера сошла первая тысяча банок консервов. Трудились на фабрике в основном женщины и подростки. Ученики Сургутской и Черномыцевской школ, которые приходили сюда после занятий. Днем и ночью все четыре года они занимались этим нелегким промыслом. Чтобы с сургутских пристани регулярно уходили караваны барж с продовольствием, доставляя на фронт рыбу и консервы. При этом сами сургутяне рыбу почти не ели. В 1975 году на территории рыбокомбината был установлен памятник, посвященный мужеству сургутских рыбаков в годы Великой Отечественной войны. Само же предприятие было закрыто в 2004 году. День нефтяника Здравствуйте, Омин. Скоро отмечается День нефтяника, и я хочу узнать, что такое нефть. Здравствуй, Арина. Нефть – это такая горючая маслянистая жидкость, которая располагается у нас глубоко под землей. Она может быть совершенно разного цвета и не обязательно черного, как мы все привыкли. То есть, смотри, она может быть от практически прозрачной до совершенно черной. Зависит это от того, где залегает нефть под землей и какие слои она проходит, когда ее откачивает. Все мы привыкли, что она практически черного цвета, коричневого, поэтому идет название у нас «черное золото». То есть, чем светлее нефть, тем она лучше. Чем темнее, тем больше надо ее очищать. Откуда нефть в Западной Сибири, на каком уровне она залегает и из чего образуется? А давай сейчас мы пройдем с тобой к следующей витрине, я тебе все расскажу. Нефть в Западной Сибири у нас появилась очень давно. 200 миллионов лет назад на нашей территории было теплое тропическое море. Везде обитали динозавры, то есть и на воде, и на суше, и в воздухе. В морях в то время обитали моллюски, которые мы можем видеть в витрине. И именно из моллюсков и динозавров, которые со временем погибали, и образовывался уголь под землей. А уже со временем из этого угля образовывается нефть, которую мы сейчас находим. Нефть на территории Западной Сибири залегает очень глубоко, на уровне двух километров. А чьи это раковины и почему одна из них перламутрового цвета? Арина, это головоногие моллюски, аммониты и белемниты, которые обитали у нас на территории Западной Сибири 200 миллионов лет назад. Спирально закрученная раковина – это аммониты. Они могли быть размером с горошину до нескольких метров в диаметре. Есть еще белемниты, в которых было вытянутое тело. Они были похожи на кальмара и тоже обитали в морях на территории Западной Сибири. Сейчас мы находим окаменелые останки этих моллюсков, их раковины. Спирально закрученные аммониты и вытянутые белемниты. На некоторых из них сохраняется их перламутровый слой. То есть 200 миллионов лет назад все они были покрыты перламутром. Спасибо, Арина, было очень интересно. Я узнала для себя много новин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова